Приветствую, с вами СТО ВОЙ СМОЙ и мы продолжаем серию видеороликов о обзорах на колонки от компании Урал. До этого мы уже сделали такие небольшие обзоры колонок Урал ТТМ, ТТМ3 Мини и Урал ТТМ3 Макси. То есть эти вот три колоночки мы обозрели, послушали, а в сегодняшнем видеоролике будем уже их разбирать. Мы сегодня уже сделаем разбор колонки ценой 6500 рублей. Самая такая, на мой взгляд, забористая, классненькая, ну и интересно, что же находится внутри. Не забываем то, что монетизации на канале нету, никакой другой рекламы я пока что не добавляю. Если вы хотите, чтобы дальше рекламы не было, в описании ссылочка на донат через ВК и, конечно же, номер карты, чтобы хоть как-то поддерживать канал. Но если вы хотите предоставить какую-нибудь рекламу, то можете также мне писать влс ссылочное в описании о цене, как бы договоримся, статистику канала я вам пришел. Также у нас есть группа ВКонтакте, в нее тоже можете вступать, и также в ней может быть реклама. Там все-таки 50 тысяч человек, рекламодатель пишет, что разбирать Урал довольно-таки легко. С техганса поддеваем, защёлочки, парочку штук. Эту сторону отводим и снимаем вторую защёлку. Вот и все. Ну, с этой, кому-то у нас вроде проблем не было, все закрыто. Сейчас будем ее тестировать. Берем пакет с мукой, закидываем, надеюсь, нам хватит. Конкретненько. Ну, теперь будем тестировать ее водой. Включаем. КОНЕЦ СМЕРУ ПОМОЕМ Хорошенько. КОНЕЦ КОНЕЦ Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ладно, потестировали. Вроде бы хватит, вроде везде. Оно тут вот чуть-чуть осталось, но это ладно. Помоем как-нибудь аккуратненько, чтобы нам потом не мешалось все это. То еще тесто получится. Так вроде бы... Ну, тоже в трудонаступных местах подзабилось и не вымывается, как в других колоннах. Ну, ладно. Нам главное, чтобы ничего это не попало вовнутрь. Посмотрим, что у нас тут. Сухо было, по крайней мере, потому что я открыл, что туда залилось. Ну, ладно. Сейчас приступим к разборке. Начинаем нашу разборку. Кожух я уже временно поставил на место, но снять с него, в принципе, не проблема. Возникла у меня еще проблема небольшая при эксплуатации без кожуха. Ребенок немножечко повредил. Экскочастотный динамик. Ну, в принципе, его просто промял. Но это мы попозже поправим. Пылесос, скажу сразу, не помог в этом случае. Но еще есть пару способов, как его восстановить. В принципе, боковушки у нас все на защелках. Но я думаю, начнем мы именно с динамиков. Чтобы они нам никак не мешали. То ли провода так закреплены, то ли что, не пойму. Прямо в натягке один идет. Второй еще вроде бы свободен. Во, второй, во. Это главное, попробуем подтянуть немножко. Не пойму только, где он застрял. Я вижу, куда он уходит. Ну, ладно. Так же. Да, Урал, похоже, немножечко решил сэкономить. Ну, ладно. Попытаемся разобрать уже более-менее правильно. Но уже радует то, что здесь у нас резинка силиконовая уплотнительная. А не просто куча клея. Здесь тоже аналогично. Немножечко вот запрятан. Но я вижу, куда он присоединяется. Хотя, в принципе, вообще динамик можно уже и снять. Видно то, что там внутри силикон есть. Провода в силиконе. Ну и сами провода, они очень мягенькие. Они силиконовые оплетки похожи. Динамик у нас 6-омный, 10 ватт. Как они сюда 10 ватт запихнули, непонятно. Но в 6-ом это уже интересно. Ладно, не удалось у нас хорошо ее разобрать. Ну ладно. Пробуем снять кожухи. Когда будем ее собирать, каком-нибудь узелок сделаем, чтобы вот здесь его завязать. И просунем. У нас по итогу будет торчать только очень удобная петля. Как мы видим, очень много мусора попало в кнопки. Здесь прямо кусками лежит. Но вроде как вовнутрь не попало. Но это мы сейчас с вами точно и узнаем. Давайте снимем третьего. Заглушки тоже вроде как снимаются не сложно. Потому что они не прескуются. Эти защелки это все очень временно. И очень надежно в плане разбора-разбора. Пассивный излучатель у нас скорее всего с алюминиевым таким кольцом для утяжеления. Если кто не знает как работает пассивный излучатель, есть видео на канале. И как раз по помощи данного видео вы можете узнать, как изменить настройку и сделать колонку чуть погромче, либо наоборот заставить играть ниже. Но ниже, конечно, тут смысла нет. Если так, ниже некуда обычно настраиваться на одну треть резонансной частоты самого динамика. А так он у нас с вами слишком легкий. То и резонанс у него достаточно высокий. Я не понимаю, для чего была сделана здесь полипропилена вот эта вот бука. Но она ни до чего не достает. Ни до чего не касается. То есть никаких вибраций здесь в принципе не может быть. Стоял она довольно-таки плотно. Ладно, разберем, посмотрим поближе. Аналогично снимаем вторую сторону. Ну, эта пассивка у нас аналогична. Единственное, из них есть вырез. Вот они, наверное, одинаковые, в принципе. Давайте посмотрим. Думаю, не стали бы они заморачиваться. Ну да, они одинаковые полностью. Думаю, блин, да, лишний раз удешевить. В принципе, вполне неплохой поступок. Так, вот у нас с вами аккумулятор, как вы видите. Вот у нас динамик можно отсоединить. И как видите, вот он один провод запущен здесь, другой запущен здесь. И поэтому мы динамик легко вытащить не смогли. Ну ладно. Он у нас под крепление попал. Не вытащим мы просто так динамик, не сняв. Ну, нам даже придется плату полностью снимать. Что ж, помучаемся. Очень интересное решение. Очень такая конструкция ненадежна. Просто залили герметиком. Хотя можно было бы залить компаунтом. Ладно, это будет на совести Урала. Ну, сейчас открутим сам блок управления. Что ж, не помню, здесь есть винты, здесь винтов нет. В принципе, вот некоторые там в комментариях писали, что вот герметику везде нахреначили. Это плохо. Могли бы сделать по-нормальному. В принципе, да, могли бы сделать по-нормальному. Но, как напишут некоторые, то, что они, в принципе, больше уверены в колонке, где очень много герметика, то есть у пролита прямо вот с запасом. Потому что колонка будет надежнее, чем какая-то резинка, которая, ну, в принципе, может иметь какой-нибудь брак. Либо недостаточно крепко болты закрепят. Ну, вопрос-то хоть достаточно спорный. Кстати, снимаю данный выпуск уже на другую программу. Напишите свое мнение, как лучше стало, хуже стало, сравнивать с предыдущим. Потому что предыдущая, бывало, делала призраков, что не очень хорошо сказывалось на качестве съемок. Снимаю я также Full HD. Что выше начинает конфликтовать, почему-то многие программы. Но мне нужно записывать звук с внешним микрофоном. Если кто не заметил, я пишу вот на такую вот петличку. Довольно-таки удобный, можно включать сразу две петлички. Поэтому обычную камеру я использовать не могу. Ну да, похоже, когда вставили плату, не поправили пробу. Ладно, давайте сразу рассмотрим. Динамик, в принципе. Я думаю, многие заметили то, что рисунок на диффузоре похож на рисунок на динамик на JBL. Не знаю, конечно, по другим параметрам, как он похож, не похож. Сам динамик достаточно мягкий. Такое ощущение, что у нас мотор гибридной системы. То есть тут Double Nail магнит стоит. То есть обычный неодимый магнит. И на керне там, в принципе, попробую приподнять диффузор. И посмотреть. Надо. Так мне будет тяжело смотреть, но вроде как попробую показать. А на отверстии есть. Вот, вот, на отверстии. Попробую приподнять. Видите, там пустота. Оп, на. И дальше идет еще какой-то поставок. То есть либо керн состоит из двух частей по какой-то неизведомой причине. Либо там действительно стоит небольшой неодимый магнит для увеличения амплитудно-часотных характеристик всевозможных. Также выносовость немножко не в пользу таких моторов. Ну, что я могу сказать. Довольно-таки очень плотная намотка. Там порядка трех миллиметров, наверное, магнитный зазор. То есть чувствительность данного динамика очень высокая. То есть производительность динамика. А он у нас 20 ватт и 4 ома. Ну, в следующих видеороликах мы посмотрим на все параметры телесмола данных динамиков. ВЧ, конечно же, я замерить, увы, не смогу. Ну, шайба, она здесь вообще ни о чем. Она прямо просто как сетка. Она здесь чистит вот центрующую часть. Все как бы в основном похоже вся жесткость идет именно на подвесе. Подвес резиновый. Довольно-таки интересный. И он немножко какой-то косой. Ну, ладно, это, скорее всего, особенность диффузора. Как бы имеет немножко такую непостоянную... Может, самим, что здесь вот он сближается вот так вот. То есть... Не знаю. Скорее всего, это именно конструктив самого диффузора так влияет. Дополнительное отверстие для охлаждения в корзине. Конечно, шайба, может быть, тут и помогает как-то в охлаждении. Но я особо в этом не уверен. Потому что у нас здесь охлаждение дополнительное. Катушку видно хорошо. Ну, как вам сказать... В принципе... В принципе... Ну, сантиметра здесь нету. Миллиметров 6, наверное. То есть, ход, грубо говоря, 1,2 сантиметра может достигать. Как я говорю, магнитный зазор здесь там очень... Ну, да, смотрите... Практически в натяг, и... Керна я еще не достал. У нас уже заламывается сам диффузор. Ну, не диффузор, а подвес. И вход у данного динамика очень большой. Вытащить его, наверное, с магнитным зазорами не получится, чтобы посмотреть. Но динамик, в принципе, разминать нужно обязательно. И вот небольшой перекос в нем сразу сказывается на том, что катушка начинает тереться. Поэтому используйте всегда защитную сетку. Потому что динамик можно легко будет повредить. В принципе, динамики неплохие. Я даже сказал, что хорошие по звуку. Они мне действительно понравились. Сейчас посмотрим, что же у нас с аккумулятором и по силовой части. То я думаю, что-то вроде здесь должен быть хороший аккумулятор, но... Да емое. То я думаю, что это вроде написано, что здесь хороший аккумулятор, а почему-то одна банка. Ну, нет, баночки две. Обспирать, я думаю, особо мы не будем. В общем, контроллер на банках у нас установлен. Ну, как-то так и знал, что чуть-чуть поломает. Вот она, банка контроля. Вот она расположена прямо на самом аккумуляторе. Ну, и подключено последовательно для повышения напряжения, а значит и выходной мощности. Ну что ж, можно Урал похвалить то, что у них снова защищен, можно сказать, двойной защитой блок для зарядки. То есть, если даже вода сюда бы попала, у нас, в принципе, все защищено. Сейчас, наверное, крутим оплату нам не удастся снять. Она у нас скоммутирована со всей вот этой частью. Мне кажется, что у нас не получится ее снять отдельно, но видно то, что воды здесь, в принципе, нету. Ну, как и грязи. Так, видим то, что рядом с включением аккумулятора у нас и повышающий преобразователь, усилители довольно-таки хорошие, стоят дороселя на выходном каскаде, перитовые. Ну, конечно, вот тут с креплением я, конечно, что-нибудь другое бы придумал, потому что как-то здесь укомплектовано все страшно. С этой стороны, я сейчас что-то не понимаю, что это грязь, не грязь, а какая-то грязь здесь есть. Ну, это не та грязь, странно очень. Ну, вот этот светодиод, он хоть как-то держится жестко, сравните здесь еще дополнительно сантиметра-полтора попросту, не знаю, если колонка сильно ударится, я думаю, это может поломаться. Даже небольшая отречина в платье и все, светодиод работать не будет. Ну, сейчас я постараюсь сделать фотографии и рассказать вам, что же здесь за компоненты находятся. Единственное, скажу сразу то, что один компонент точно затерт на звание, даже не то, чтобы затерт, он даже в этом герметике. Ну, сейчас я просто загуглю, какие здесь компоненты видны, и потом вам приложу фотографию. Ну, в принципе, сейчас фокус не фокус, но программа вроде фокультируется хорошо. В принципе, собрана неплохо, неплохо. Урал с каждыми колонками все прям лучше и лучше собирает. Вот несколько спецификаций, которые я нашел, но, к сожалению, либо не найти, либо не прочитать нормально. Также у нас тут автоматический перевод, конечно, немножко все гадит, портит, но тут единственное, что я нашел. Видите, что здесь на большое количество операционников, и очень сложно искать во всем этом количество информации именно то, что у нас установлено. Ну, мы видим то, что это у нас Техас, то есть качество хорошее, предыдущий у нас микрочип какой-то, не знаю, что это. Ну, мне кажется, что это тоже должно быть нормально. Это Нью-Джерси, тоже, в принципе, должно быть нормальное качество. Ну, так особо пока не собирался во всем этом. Ну, на мой взгляд, в принципе, сборка хорошая, компоненты тоже, в принципе, неплохие. Но печально то, что спецификацию особо не найти, не посмотреть. Видите, такое хорошее качество. Это все, что мне удалось найти. И какие же итоги мы можем с вами подвести? В принципе, колонка, на мой взгляд, это самая удачная из всех, что есть сейчас у Урала на данный момент. Цена у нее ниже, чем до этого были топовые колонки от Урала. Звук не лучше, сборка лучше. Да, есть некоторые косяки, и есть что в ней исправить. Но это мы с вами давайте подождем, когда выйдут остальные колонки Урал. Урал. Пока мы будем ждать, мы протестируем до конца вот эти три колоночки. Сделаем какой-нибудь итог, сделаем предложение производителю. Урал, кстати, молодцы, мне нравится вот этот вот подход. Многие там мне писали в комментариях, что вот у тебя обзоры проплачены, тебе Урал отправил колонки. Да, мне Урал отправляют. Мне многие производители что-то отправляют, ну, просто так. Что-то я покупаю сам. Но при этом производители никак не говорят, вот, говорит, только хорошее. Нет. Урал сам сказал, если будут какие-то замечания, вы нам говорите. Мы, ну, грубо говоря, производителю скажем, чтобы они вот несли какие-то изменения. То есть это очень правильный подход. Это вот три фирмы, которые я могу назвать. Это Урал, это DL, это Russian Bass. Это фирма, которая действительно прислушивается к тем, кто именно пользуется их железом. То есть ты купил, у тебя есть какие-то предложения интересные, ты говоришь, и производитель прислушивается и делает. То есть они работают для покупателя, чтобы вы пользовались, вы покупали и вы были довольны. Это как бы, ну, правильная точка зрения производителя. Когда клиент доволен, ты можешь сделать продукт, который будет удовлетворять большое количество этих вот людей. И это будет пользоваться спросом, это будет приносить доход, и это даст развитию твоей продукции. То есть не будешь стоять на месяц, там будут появляться колонки, там, например, кем-то новые, либо просто модернизация старых. Это правильно. Ну а вы не забывайте подписываться на канал и ставить лайк. Также нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новых видеороликов. Потому что у нас колоночки разобраны, мы будем в скором времени замерять их параметры телесмола, замерять мощность усилителя. В общем, постараемся максимум вам информации дать. Не забываем то, что все производители у нас разбиты по плейлистам, можете познакомиться и с другими. Не забываем про наш чат в Телеграме, там можно узнать очень много интересного. Не забываем подписываться на мои группы ВКонтакте, ссылочка в описании. Также можете добавляться ко мне в друзья, принимая все. Также можете ВКонтакте додонатить по ссылочке, либо по номеру карты перевести какую-нибудь сумму, чтобы поддержать наш канал. Монетизации, напоминаю, сейчас нет ни у кого, и это довольно-таки проблематично. Не забываем то, что также в описании у нас есть покупка грилей и наклеек, автозапчасти, автозвук и расчет коробов. Может быть, у вас есть какие-то предложения, вы можете также попасть в описание, либо отдельный видеоролик, какую-то рекламку. Пишите в ЛС. Ну а с вами был Стоя Смой. Всем удачи, пока. Субтитры сделал DimaTorzok